Виталий с детства стремился помогать людям. В начале пандемии осознал, что его помощь особенно нужна. Свою первую волонтерскую акцию помнит, словно было вчера. В тот день он встретился с Одинцовскими добровольцами на Центральной площади и вместе с ними помогал в раздаче масок. С тех пор прошло два года. Пандемия отступила, но нуждающиеся в поддержке всегда есть. Это больше формат моей души, я бы так сказал. Я не жду каких-то наград и восхвалений. Это стиль моей жизни больше. Мне нравится просто помогать людям и делать что-то хорошее, что могло бы им дать какую-то новую ступень в жизни или хотя бы поддержать в трудной ситуации. Сегодня его доброе дело – это помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Отсортировали товары первой необходимости, загрузили их в грузовик и в дорогу. Лагерь содержания беженцев. Именно туда направляется волонтер сегодня. Помочь нужно людям. Я понимаю, что сейчас время не самое легкое. И здесь, я думаю, только обычные люди – это самые полезные, кто может быть для них. Больше 100 километров. Дорога долгая, но мысль о том, что нуждающиеся получат все необходимое для комфортной жизни, подбадривает. Это уже пятая поездка Виталя во временные лагеря содержания беженцев. Приехав сюда, осознает всю значимость своего доброго дела, ведь помощь им действительно нужна. Очень нужна, потому что вещи первой необходимости. Это в первую очередь для детей. То есть это те же памперсы, те же средства личной гигиены, одежда, опять-таки, на детей. Погода меняется, поэтому все крайне необходимо. Для деток нам выдали рюкзачки, нам выдали канцелярию, одели нас, обули, выдали все необходимое. Мы очень довольны. Это очень большая помощь. Виталий уезжает с гордостью. За себя и благотворители, которые регулярно приносят вещи, необходимые товары. Это самое важное было для меня услышать, что все это не зря происходит, что не зря мы собираем, не зря возим. Рад, что у них все в достатке, значит, жизнь их явно налаживается. Это самое главное. Виталий – соучредитель транспортной компании. Несмотря на постоянную работу, успевает помогать людям. Волонтерство занимает основную часть времени, признается доброволец. О его добром сердце знают его коллеги. Он всегда готов помочь людям, находит общий язык с людьми. И в целом люди, которым он помогает, они очень довольны им. Он даже с ними ездит в связь, то есть он дает свой номер телефона личный. Если какие-то вопросы возникают, они ему звонят, и, соответственно, он им помогает. Человек очень ответственный, исполнительный, знакомый с ним уже более двух лет. Познакомились мы, когда пандемия только началась. Виталий уверен – возраст не важен, добровольцем может стать любой. Он сам впервые пришел к этому в 29 лет. Призывать молодежь активно участвовать в волонтерских движениях – вот что важно. Благодаря взаимопомощи мы сможем улучшить качество жизни населения, считает он. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».